МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Гуманитарная помощь кукпектинцам из Восточного Казахстана. Есть ли нарушения в строительстве микрорайона Шапагат? Вкусно поесть учил карагандинок известный российский кулинар Александр Телезнев. Обо всем подробнее. В потопленное село Кукпектэ Карагандинской области из Восточного Казахстана поступила помощь в размере 15 миллионов тенге. Сельчане получили от соседей с восточной стороны продукты питания, домашнюю живность и строительные материалы. Амина Смакова с подробностями. После случившейся трагедии весь Казахстан пришел на помощь кукпектинцам. Гуманитарная и материальная помощь поступает практически каждый день. Одежда, продукты, питание. Сегодня из Восточного Казахстана приехал целый караван с гуманитарной помощью для сельчан. Наши соседи с Востока отправили в Кукпекты 300 голов мелкорогатого скота, более 20 тонн продуктов питания, 25 кубов строительного леса и 20 тонн цемента для восстановления домов. Это было проявление доброй воли жителей Восточного Казахстана. Это были пожелания именно этой инициативы Восточного Казахстана. Друзья познаются в беде. Кукпектинцы без друзей не остались. Помимо земляков, помощь стала приходить из других регионов Казахстана. Амина Смакова, Габьен Гуржбеков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Эхо Бесабэй коснулось строительства микрорайона Шапагат. О качестве строительства жилья в Караганде высказал свое мнение главный эксперт комитета по делам строительства Министерства регионального развития Казахстана Арнольд Ли. С его выводами не согласен заказчик. Он отрицает, что микрорайон Шапагат в Караганде строится с нарушениями. Арнольд Ли был в Караганде с однодневным визитом и проверял качество строительства объектов жилья. В том числе и микрорайона Шапагат. Руководитель отдела строительства города Караганды недоумевает, как можно делать какие-либо выводы, не применяя во время осмотра никаких измерительных приборов. Но, к сожалению, я не знаю, я не могу сказать по каким причинам, данное обследование проводилось без использования прямого прибора. Руководитель отдела строительства Жаксылык Шалабеков заявил, что на новых домах в Старой Бесове подрядчики не экономили. Замена облицовочных материалов фасада была четко просчитана. И, соответственно, были проведены теплотехнические и другие расчеты, которые позволяли бы нам перейти на этот элемент ограждающей конструкции без ущемления качества строительства. Руководитель отдела строительства Караганды Жаксылык Шалабеков заявил, что дома в новом микрорайоне Шапогат возводятся без каких-либо нарушений. Ни одну из претензий, предъявленных ГАСКом и Комитетом по делам строительства, он не признал. Заказчик уверяет, что проверку государственные ревизоры проводили на глазок. Жаксылык Шалабеков прокомментировал официальное заявление Министерства регионального развития о некачественном строительстве домов в бывшем микрорайоне Бесаба, а ныне Шапогат. Первое касается непосредственно чиновников. Вопреки законодательству, местные власти якобы заселили людей в пятую блок-секцию, когда она еще не была достроена. Люди, получившие квартиры, не удовлетворенные тем уровнем, а вы понимаете, что бюджет не может себе позволить евроремонт, так называемый. И люди начинают демонтировать все то, что уже было установлено. Они начинают приобретать более дорогие двери, более дорогой кафель, соответственно. Все это они старое, то, что смонтировано на нее, это все демонтируют и начинают проводить свой ремонт. Это, по мнению руководителя отдела строительства, политическое решение, чтобы снять напряжение, которое существует даже сегодня вокруг Бесабы. Синдром этот существует даже спустя три года. Он присутствует не только в Караганде, но и в Казахстане, да и, может быть, еще где-то в каких-то регионах. Печальный наш пример, не очень хороший. Но что было, как говорится, то было. И этот синдром Астаны, Бесабы, сегодня, конечно, заставляет многих быть более таким придирчивым. Где-то, может быть, объективно, где-то не объективно. Да, технического этажа нет. Это помещение – дополнительная нагрузка на конструкцию здания. Строители не преследовали цель экономии, зато есть вентилируемая кровля. Но самое серьезное нарушение – это то, что в блок-секциях номер 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 ревизоры увидели прогибы монолитных плит перекрытия сверх допустимых нормативов. Причем в одних и тех же местах. Это может привести к разрушению конструкции дома. Жаксылык Шалабеков в недоумении. Как можно на глазок выявить хоть какой-то прогиб? О работе главного инспектора Арнольда Ли, руководитель отдела строительства города Караганды, выразился с сомнением. Ваши доводы или ваши замечания, которые были вами установлены в результате визуального осмотра, они, мягко говоря, некорректны. Жители Караганды, будущих новоселов, честно говоря, взаимоотношения чиновников и строителей волнуют меньше всего. Им нужны качественные квартиры, в которых можно жить без страха, что что-то обвалится им на голову. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании смертников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Концентрационные лагеря – это места пребывания больших масс людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, религиозным и иным признакам. Широкое распространение концентрационные лагеря получили в фашистской Германии. На сегодняшний день по области осталось 60 их узников. В этом наше всё, поскольку я сама перенесла, очень тяжелое время. И многие наши другие лагеря. Мы были биоматериалом, как говорится. Даже, знаете, не могу такие вещи говорить, но очень страшно. Централизованная система фашистских концлагерей предназначалась для физического уничтожения целых народов, в первую очередь славянских, тотального истребления евреев, цыган, беспощадной эксплуатации узников в качестве рабочей силы. Концентрационные лагеря оснащались душегубками, газовыми камерами и другими средствами массового истребления людей. Такая же жизнь была и у тех, которые в тылу были. Там были свои проблемы. Там не было окупации, вот здесь, например, в Казахстане. Но жили они очень трудно, очень трудно. И только когда прочитаешь эти воспоминания, там, конечно, без слез не обходится. Было страшно. Трудные болезни, и недоедание, и работа тяжелая. Так что это все было, все это прошло. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, встречами бывших узников фашизма, поминованием погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам. Жазира Абдраимова, Айден Жакам, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Сегодня Карагандинский университет Булашак собрал более 200 выпускников колледжей области для проведения пробного тестирования по таким предметам, как история Казахстана, математика, казахский, русский и английский языки и не только. Данное мероприятие проводится в целях оказания поддержки выпускникам колледжей, желающих продолжить обучение в высших учебных заведениях страны. Карагандинский университет Булашак на рынке образовательных услуг уже 16 лет. За это время учебное заведение выпустило немало высококвалифицированных специалистов. Выпускники Булашака на сегодняшний день востребованы на государственной службе. Также плодотворно трудятся в крупнейших компаниях страны. Университет осуществляет поэтапный переход к международным стандартам качества образования. Два года, как ввели комплексное тестирование абитуриентов после окончания колледжа, при поступлении в ВОЗ по области, по нашим данным, более 70% не могут набрать соответствующий балл. И в связи с этим они не могут, естественно, поступить и получить высшее образование. В этом отношении университет Булашак решил помочь детям. Данное мероприятие дает не только, например, помощи, а плюс еще ознакомиться со школьной программой, которую они забыли, пройдя где-то 3-4 года назад, которая прошла. И, естественно, они будут иметь представление о вопросах, программе и о темах конкретных по каждому предмету, который входит в комплекс тестирования абитуриентов. Хочется отметить, что в рамках реализации государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в университете ведется целенаправленная работа по обеспечению профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов. Тестирование, которое проходит сегодня, дает выпускникам возможность хоть и примерно, но узнать, на какие вопросы они будут отвечать при поступлении в высшее учебное заведение. Выпускница Тимиртаусского многопрофильного колледжа МИРАС Анастасия Кахнынка говорит, что в будущем хотела бы поступить в университет Булашак. Какие у нас будут тесты, какие у нас будут вопросы? Конечно же, примерно, но мы хотя бы будем уже иметь представление об этом. И естественно, это очень важно для нас, для студентов. Мы уже сейчас будем начинать готовиться к этому. То есть мы сейчас не будем терять время зря. Мы уже понимаем, что это осознанно, что у нас осталось всего три месяца. Поэтому мы сейчас будем, конечно же, знакомиться с тестами, приезжать сюда, чтобы работать, работать, работать. В последнее время в Казахстане уделяется огромное внимание качественному образованию молодежи. Ведь именно от нее зависит будущее нашего суверенного государства. Гульнур Жакен, Олжас Гапасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В спорткомплексе «Жастар» собрались все управления специализированной службы охраны республики и провели ежегодный турнир по волейболу. Наши карагандинцы одержали победу и заняли первое место. Турнир, который длился два дня, прошел удачно для карагандинских полицейских. Более ста участников боролись за призовые места. Заместитель Акима области Галым Ашимов вручил подарки кубке победителям. Специализированная служба охраны Караганды заняла первое место. Второе место досталось поводарцам. Третье место заняла команда из Алматы. «Да, действительно, были сильные соперники, но мы одержали победу. Это в первую очередь хорошо для здорового образа жизни. И хорошо, что проводятся такие соревнования. Видишь своих коллег». Следующая спортивная встреча будет по рукопашному бою. Надеемся, что сборная команда Караганды и на этом турнире выиграет золото. Жезер Абдраимова, Габизен Крушпех, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. С приходом весны на Каскадной площади всегда многолюдно. В Караганде открылись сезон катаний на скейтборде. Так как специальной площадки в нашем городе не предусмотрено, молодежь приходит сюда для получения адреналина. За необыкновенными трюками наблюдал наш корреспондент. Скейтбордингом 20-летний Иван Рязков занимается уже второй год. Парень считает, что его возраст уже не предназначен для экстремального спорта. Но в жизни иногда не хватает адреналина. Поэтому человек вместе со своим друзьями приходит на Каскадную площадь, чтобы прокатиться на большой скорости и преодолеть сложные препятствия. Его не останавливают даже возможные серьезные травмы. Любой экстремальный вид спорта, он небезопасен. У меня переломы многочисленные, травмы, в том числе трещина основания черепа. Но это потому, что я безрассудно катаюсь просто. Можно также кататься очень спокойно и при этом безопасно оставаться. Можно каску одевать. Видно, что молодые люди не думают про свою безопасность и стараются удивляя друг друга необычными трюками. Это воздушный прыжок с лестницей и круговое вращение. Именно так получают удовольствие от скейтборда. Правда, карагандинцы отмечают, что территория на Каскадной площади не предназначена для таких игр. Но больше идти им некуда. Ну, у нас нету приспособленного для этого места. Как бы обращались уже в Акимат. Они говорят, ну, будет, будет, но так и нету. Ну, и приходится тут кататься. Тут есть ступеньки, вылеты всякие. Ну, отсюда тоже гоняют иногда. Мол, не ломаете. В Караганде нет специальной площадки для скейтборда. Поэтому молодым спортсменам приходится заниматься на Каскадной площади около областного Акимата. Мало кто знает, что скейтбордисты Караганды сегодня снимают фильмы, которые показывают кинотеатры города. Все сборы уходят на благотворительность для детей, больных раком крови. Молодые жители шахтерской столицы Казахстана отмечают, что территория для скейтборда в нашем городе просто необходима. А в других странах такие площадки есть. И даже часто проводят соревнования. Крытые скейтпарки обязательно должны быть, потому что молодежь, они теряют навыки за зиму. Пока зима, они не могут кататься, не могут тренироваться, они регрессируют. Вот, поэтому у нас соревнования не проходят. А в ближайшем зарубежье я ездил на соревнования в Белоруссию, в Россию, там выступал по скорости опять же на лонгборде. Там проходят. У нас пока что нет и некому за это взяться, потому что нет профессиональных скейтпарков. С приходом весны желающих погонять на скейтбордах в нашем городе становится все больше. Однако современная молодежь не думает о последствиях и о том, что этот вид спорта опасен для жизни. Но что может быть лучше свободы и большой скорости? Николай Кровецкий, Ратр Шитов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Научить беречь природу нельзя только словами. Для этого нужны конкретные дела. В Карагандинском зоопарке организовали традиционную выставку к Международному Дню Птиц. Дети уже представили около 1000 работы. И до подведения итогов осталось совсем немного времени. Подробности далее. В начале апреля во всем мире отмечается День Птиц. Поэтому в Карагандинском зоопарке организовали конкурс среди детей и школьников, посвященный этой дате. Подобное мероприятие проходит уже 20-й год и постоянно собирает множество юных любителей пернатых. Свои отношения к природе они выражают через разного рода поделки. Всего у нас было объявлено в этом году 5 номинаций. По всем 5 номинациям собрано на сегодняшний день уже более тысячи работ. Работы в совершенно различных техниках. Это и флористика, это прекрасная соломка, это детские рисунки. Приняли участие детки совсем-совсем маленькие, 5-6 лет и взрослые ребята. Учитель биологии школы номер 34 Назгуль Бахтыбаева с удовольствием откликнулась на акцию «Ко дню птиц». Она предложила своим учащимся принять в ней участие. Работу, которую выполнили ее ученики, уже передали в Карагандинский зоопарк. Среди них – черный аист. Эту поделку ученица школы сделала в технике оригами. На самом деле уже осталось только две птицы, можно сказать, на территории нашей Карагандинской области. Это Карагандинский район. Тем самым я считаю, что вот ребенок, сделав руками своими вот эту поделку, он уже на всю жизнь запомнит, что именно сейчас необходимо бить тревогу о том, что, да, действительно, природу надо беречь, в том числе и птицы. На конкурс дети представили разные работы, но большинство – это голуби, птицы мира и добра. Все детские работы будут оценивать семь человек. Это сотрудники зоопарка, художники и даже литераторы. Самые лучшие творения не останутся без подарков. Выставка обещает быть очень интересной, очень большой, очень разноплановой. Еще раз пользуюсь случаем, приглашаю всех карагандинцев 20 апреля в 12 часа. В рамках нашего праздника пройдут интереснейшие викторины, конкурс рисунков на асфальте. Все ребята, которые приняли участие, будут те, конечно, которые получат первые, вторые, третьи, четвертые, пятые места, награжденные дипломами и подарками. Маленькие жители нашего города еще могут принять участие в конкурсе, смастерить интересную поделку или написать сочинение «Ко дню птиц». Лучшие работы будут оценены по достоинству. Николай Кровец, Карат Рашитов, Марат Култенов, 1-й, Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В Караганду приехал известный российский кондитер Александр Селезнев. Кулинар готовил разнообразные блюда прямо в большом зале перед домохозяйками и любителями вкусно поесть. Среди них оказался и наш корреспондент Амина Смакова. Кондитер – автор многочисленных книг по кулинарии, которые пользуются успехом не только в России, но и в других странах. К своим годам Александр Селезнев – абсолютный чемпион России по кондитерскому мастерству, лауреат Кубка мира по кулинарии в Люксембурге, золотой призер чемпионатов России по кондитерскому искусству. Даже примадонна российской эстрады Алла Пугачева пользуется кулинарными изысками маэстро высокой кухни. Рецепты Александра знают и любят карагандинки. А в зале, где он проводил мастер-класс, сидела его давняя почитательница, которая уже более пяти лет пользуется его рецептами и рекомендациями. У нас очень много рецептов, и все рецепты пальчики оближешь. Организаторы этого мастер-класса при помощи ловких движений рук Александра Селезнева опробовали и новую посуду на прочность. Проводим данный мастер-класс. В ходе данного мастер-класса Александр Селезнев показывает свои лучшие рецепты. Побеседовать с кулинаром нам не удалось. На протяжении нескольких часов он стоял на сцене возле стола со всеми атрибутами для приготовления разнообразных блюд. Александр дал немало советов своим почитательницам прямо со сцены. В езде должно сбалансировано быть шесть разных вкусов. Это кислый, сладкий, горький, острый, вяжущий и соленый. Вот эти шесть вкусов должны обязательно присутствовать в еде. Думаем, что после этого мастер-класса многие хозяйки, придя домой, тут же приступили к готовке, встав за плиту, вооружившись ножом и фартуком. Что они там накулинарничали, мы никогда не узнаем. Но если это было сделано по рецептам Александра Селезнева, то неповторимый вкус обеспечен. Обеспечена также здоровая и полезная еда, что немаловажно на сегодня. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Габиден Кружбеков, Бакия Руспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Желаю приятных выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин